Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня понедельник, поэтому давайте проанализируем график биткоина. На самом деле, я примерно 3 недели или 4 недели уже не делал никаких обзоров, потому что был очень занят. Сейчас попробую вернуться к предыдущему формату публикации обзоров, то есть примерно раз в неделю буду анализировать биткоин. Начинаем. График в известной степени нам знаком, но есть некоторые нюансы, которые я хочу сейчас отметить. Это месячный таймфрейм, текущая цена 16199 долларов. Итак, после вот этой двойной верчины мы знаем, что началось снижение, весной была маленькая консолидация, но затем сформировалось здесь медвежье поглощение, движение вниз, затем летом началась консолидация, но сейчас кажется, что эта консолидация подходит к своему концу, если текущая ноябрьская свеча зафиксируется в этом формате. А именно, эта медвежья свеча, которая практически поглошает тело предыдущих свечей, имеет максимум, грубо говоря, на уровне предыдущего и чуть ниже предыдущих максимумов, но зато минимум ниже предыдущих, то есть это такое медвежье поглощение, я бы сказал, медвежий сигнал, поэтому нужно быть очень аккуратным, согласно техническому анализу. Но, конечно, до конца месяца еще есть несколько дней, давайте подождем, посмотрим, что будет. Если исчезнет вот это медвежье поглощение, то, скорее всего, подтвердится эта консолидация. Подождем, увидим. На недельном таймфрейме ситуация схожая. Вот вот эти зигзаги. Мы хорошо знаем, что недавно было здесь медвежье поглощение, затем движение вниз, маленький отскок, еще одно медвежье поглощение, маленький отскок, и мощное снижение вниз, то есть мощное медвежье поглощение. Сейчас идет консолидация. То есть ничего бычего здесь на данный момент нет. Есть череда из медвежьих поглощений. Даже стоит зафиксировать и вот это медвежье поглощение здесь. Такое мощное медвежье поглощение. Но я хочу напомнить, что мы обсуждали вот этот диапазон, который практически сформировался на уровне вершины от 2017 года. Чуть позже, на дневном таймфрейме, еще кое-что добавлю. То есть здесь можно сказать, что есть поддержка, сработает ли она. Будем следить за графиком. Конечно, поддержка она есть, но на данный момент она пока еще стабильно не сработала, или даже не срабатывает. Поэтому чисто надеясь на эту поддержку нельзя. Нужно следить за свечами. Ситуация на данный момент, видно, что рисует вот эти медвежьи сигналы. Вот дневной таймфрейм. Вот он тот же самый диапазон. Напоминаю, мы ниже годовой скользящей средней. То есть это медвежьи сигнал. Цена консолидируется на 30-ти дневной скользящей средней, на 90-дневной, то есть на месячной и на квартальной. Но на данный момент, после недавнего снижения, цена упала ниже этих двух скользящих средней. То есть она колеблется чуть ниже этих двух скользящих средней. Это говорит о том, что согласно техническому анализу, медвежий настрой продолжается. Но хочу напомнить, как и на недельном таймфрейме, что вот она, эта важная зона. То есть это вершина от предыдущего бычьего цикла, который был в конце 2017 года. Также здесь у нас есть вот эта ключевая зона. То есть это конец 2020 года, заседание Федрезерва. Мы это неоднократно уже обсуждаем, когда они озвучили вот эти мощные параметры по печатному станку, что там будут 120 миллиардов ежемесячно запускать финансовую американскую систему. И тогда сформировалась вот эта мощная свеча, движение вверх. Биткоин впервые тогда перешагнул 20 тысяч долларов за цифровую монету. Именно эта зона сейчас является ключевой. То есть это некая консолидационная зона. Будем следить за ситуацией. Вот как все на данный момент выглядит. Мы находимся в нижней части этой зоны. Если вдруг откуда-то появится поддержка, может быть здесь формируется дно. Потому что мы в этой зоне. Но если будет прорыв через эту зону, то тогда уже будет опасно. На самом деле я хочу еще один раз упомянуть, что на данный момент согласно техническому анализу медвежьих сигналов нет. Одни медвежьи сигналы. Чисто по сантименту и по ощущению, и точнее по фундаментальным новостям, я предполагаю, что может быть где-то здесь есть поддержка. Но, как я и ранее говорил, вы знаете, я ранее говорил, что в последние один или два раза, говорил, что мне кажется, что мы формируем дно. Чисто по фундаменту. Но я могу ошибиться на самом деле, потому что вот вы же сами видите, что недавно произошло вот это событие с американской биржей FTX, которая обанкротилась, там деньги у людей пропали. На самом деле, на 100% я не хочу говорить, что там произошло, что пропало, что не пропало, потому что я никогда не являлся клиентом FTX, и, соответственно, не могу знать. Но есть у меня знакомые здесь, которые практически имели средства на этой бирже, и они говорят, что у них баланс 0, а потом даже приложение пропало. То есть, грубо говоря, все пропало. Если это так или не так, на 100% не знаю. Надеюсь, что ситуация там улучшится, вернуть людям какие-то деньги, хотя это маловероятно. Но, что хочу сказать, большая американская биржа криптовалютная, когда обанкротилась, такие события я не могу никогда предугадать, и они могут повлиять значительно на рынок. Поэтому, да, мне казалось, что здесь дно, да, мне казалось, что чисто по сантименту, по фундаменту здесь дно, оно может и сформироваться. Но на фоне таких новостей я не исключаю резких падений, которые практически могут выглядеть вот так, как в марте-апреле 2020 года. То есть, якобы здесь сформируется дно, но было резкое падение полтора-два месяца, и потом уже цена пошла вверх. Будем следить за ситуацией, но это чисто по ощущению, потому что инфляция, темпы роста инфляции в США падают, производство падает, поэтому я предполагаю, что Федрезерв рано или поздно смягчит риторику по денежно-кредитной политике. То есть, они уже не так сильно будут повышать ставку, может быть, даже остановятся. Кто-то говорит, может быть, им понадобится в начале следующего года даже чуть снизить ставку, и это повлияет позитивно на рынок. На криптовалютные цены. Но чисто по техническому анализу, то, что мы видим, пока еще отсутствует бычая сигнала. Итак, переходя к четырехчасовому таймфрейму, хочу напомнить, что здесь вот эти зигзаги мы рассматривали, движение вниз. Недавно было сломано вот это сопротивление, но цена так и не смогла нарисовать череду из повышающихся впадин и вершин, чтобы практически сформировать сигнал на покупку. То есть, я всегда говорю, если ситуация начинает меняться, в нашем случае, если она начнет улучшаться, это начнется с самых мелких таймфреймов. Допустим, мы это увидим на четырехчасовом таймфрейме. Чтобы открылся бычий сигнал, даже если когда нам что-то кажется, что хорошо будет или предполагаем, я всегда хочу увидеть череду из повышающихся впадин и вершин, чтобы себе сказать, да, вот уже на этом таймфрейме формируется маленький восходящий тренд. Может быть, и на больших таймфреймах начнет поменяться ситуацию к лучшему. На данный момент, несмотря на тот факт, что здесь были вот эти маленькие отскоки, у нас не было такого четкого, ясного, хорошего движения вершин вверх и вниз наоборот. Вот, допустим, одна вершина, вторая, ну, если это третья или вот это третья, они снижаются, также практически и впадины. Здесь практически впадина, здесь впадина. Сейчас, если здесь будет впадина, они спускаются. Поэтому даже на четырехчасовом таймфрейме именно на данный момент ничего больше не вижу. Нужно быть очень аккуратным. То есть, в качестве заключения, еще один раз хочу сказать. Мне лично, я лично по графику на всех ключевых таймфреймах, которые мы обсуждаем, это месячный, недельный, дневной, четырехчасовой. Одни медвежьи сигналы. Единственное, можно надеяться, что, единственное то, что, можно сказать, преподносит маленький, бычий такой нюанс, это тот факт, что здесь есть ключевая вершина. Здесь есть заседание Федрезерва от декабря 2020 года. Это такие ценовые зоны, на которые мы надеемся, что могут сработать в качестве поддержки. Но на данный момент, с точки зрения технического анализа, пока еще не видно, что эта поддержка действительно срабатывает. И нет, она видно, что срабатывает. Вот после этих падений здесь была консолидация. Но я хочу сказать, она пока еще не срабатывает в качестве четкого формирования впадины и отскока. Потому что на мелких таймфреймах пока еще ничего бычего не вижу. Итак, друзья, на самом деле у меня на этом все. Спасибо за ваши просмотры. Конечно, поделитесь вашим взглядом в качестве комментариев ниже этого видео. А так, я вам всем желаю отличного дня, удачи на финансовых рынках, хорошей недели впереди и до следующего обзора. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.